привет я иван и вы на канале маэстро барбекю сегодня сделаем офигенные куриные крылышки в смокере я коптил всю ночь осталось в топке зола и смотрите вот эта крышка позволяет очень удобно вычистить золу я беру такой совок и совершенно спокойно все учащая можно кстати поставить вот сюда ведро и просто венчиком все счистить но мне совка удобно устанавливаю нижний зольник зольник для того чтобы было удобней готовить на дровах снизу поступает кислород огонь горит уходит в камеру там все коптится а вот с помощью такой корзины удобнее готовить на угольных брикетах или на углях разжигаете брикеты или угли засыпать сюда и сверху кладете чанки но я буду сегодня коптить на дровах поэтому пойду добуду пару дровишек есть вот такие сердцевины березы их просто сделаю потоньше и теперь кладу мелкие ну а теперь разжигаем огонь коптить будем на березе плюс у меня вот тут в дровнике еще есть пару дровишек ольхи буду добавлять ольху для особого вкуса ну вообще еще хорошо может добавлять яблонь совсем тонкий я использовал для того чтобы разжечь а вот сейчас буду использовать потолще чтобы был огонь такой основательный они дадут тот самый нужный дым нужной консистенции вкусный так что вот так сегодня будут на таких дровах береза и ольха а вчера дело на яблони засыпал разожженный уголь и клал такие вот большие дрова и у меня закоптился офигенная рулька так что смотрим не работает каждый день огонь горит надо подкинуть дровища для того чтобы прогреть весь мокер за ночь образуется конденсат внутри и все это нужно прогреть что все испарился и смокер был сухой так что еще пару дровишек в топку вот такие офигенные куриная корочка я купил сюда добавляю соль дробленый перец перемешиваю что подмариновалось пока прогревается смокер выложим все на решетку и в течение полутора двух часов до нас достижения нужной температуры будем коптить соль крупная морская про количество соли это примерно полтора два процента от веса мяса зависит от того соленый вы любите или очень соленый дробленый перец на вкус но классическая техаска это примерно один процент возьмите хороший дробленый перец далек до есть такой дом есть все перемешиваю конечно это можно сделать на доске выложить ну сейчас осень такой межсезонье очень влажно поэтому на всякий случай делают в такой полу сфере для того чтобы можно было убрать с дождя кстати вот за счет того что труба очень высокая и топка нужного размера к смокер коптить даже в дождь вчера делал рульку получилось изумительно никакой сажи ничего все хорошо а еще хочу сказать крик души вот люди коптят делают всякие рабы обсыпки добавляют туда что-то всякие паприки чесноки ребят тут так все про коптится что ничего кроме соли и перца чувствуется не будет можно мог соусом выравнивать вкус а в конце можно глазернуть чтобы дать цвет и главное добавить вкус и какие-то вот это правильно а в начале составлять какой-то бешеный сумасшедший раб не имеет никакого смысла поэтому соль и дробленый перец и больше ничего с мокерей уже 80 градусов но мне прямо интересно что происходит тут вчера было очень много крылышек свинина все жирная сейчас все подсохнет почистим решетку выложим и будем коптить обзоре все писали что ржавые так далее ребят смокер должен грязный вонючий но должен коптить правильно жиры и дым сделал свое дело и закроют те места которые могут ржавеет то есть сама камера на решетку мы сделали из нержи и она не ржавеет это самое главное то место где у вас продукция прикасается с металлом там пищевая нержавейка все остальное толстая никогда не прыгну но как никогда но 10 лет точно не проживет насквозь если вы будете на нем работать поэтому просто начинайте на нем работать и все у вас будет хорошо жир и дым все покроет и он будет надежно защищен кстати тогда смокер стоял под дождем на солнце целый месяц поэтому мне кажется отличную вещь мы сделали очищаю решетку возьму яблочко большое основу огня а давайте еще возьму вот я думаю 2 класть или не класть нет березки будем добавлять вот смокере нужно найти свой вкус на каких дровах какие продукты вам вкуснее на самом деле для меня я держу три вида дров это береза ольха и яблоко кстати дуб тоже хорошо коптит прямо очень-очень хорошо еще у дуба плюс он долго горит не надо постоянно подкидывать но тут во время копчения буду подкидывать примерно раз полчаса одну дровишку которую подготовил начнем выкладывать с дальней стороны от топки толстым и краем к тому месту откуда идет дым закрываем смокер температура смокер 110 градусов полтора часа даже не буду открывать крышку через полтора часа посмотрю что внутри происходит если нужно увлажнить увлажню моб соусом если не нужно продолжу готовить до нужной температуры не забывайте подкидывать дрова какие да в результате мы отвлеклись на второй ролик я упустил этот момент в топке должен быть вот такой огонь не тлеющие а именно гореть огонь и тогда будет дым правильный и все хорошо ляжет на нашу курицу как вообще определять там многие знатоки говорят болеем дымочек такой прозрачный про не прозрачный ребят очень просто руку приложили вкусно значит делать все правильно если шпалами пахнет значит вы березу не очистили и добавили с корой она дает дегуть хотя многие коптильщики используют и все нормально так что вот взяли он не должен быть влажный но когда вы заложите продукт он естественно будет влажным потому что влага выходит так что как только разогреваете прям понюхали вкусно значит можно коптить вот она подсыхает уже да и образовывается такой загарчик закрой самое главное правило барбекю это температура не время стабильная температура приготовления все на всех этапах и готовим до нужной температуры внутри куска мяса поэтому проверяю не визуально проверяю с помощью термометра так 7477 все готово снимаю аромат стоит потрясающий перец и и огонь с дымом сделали свое дело но конечно же соль пусть полежит буквально 10 минут для того чтобы немного отдохнули отдохнули кусочки курицы сок внутри распределился мне уже тяжело говорить потому что слюноотделение в общем ждем а я пока подкину в топку для того чтобы сжечь весь жир в смокере который капал на поддоны дождь пошел мы спрятались лёгко говорит что не буду говорить да какую говорить уже попробовать хочется смотрите насколько она сочная вот это не кровь это все копчение вкусно и офигенно копчение будешь лёгко пробовать или не будешь я попробую если вы только начинаете пользоваться смокером учтите что шкурка становится более грубой в смокере чем в гриле это связано с тем что большая тяга воздуха и она обветривается чтобы этого избежать может сверху глотернуть соусом барбекю со сливочным маслом либо просто помазать сливочным маслом эти магазины и копчености фигня по сравнению с этим пишите лайки ставьте комментарии ссылка на смотр будет внизу бесплатная доставка по всей россии а